Мы обычно занимаемся заказными проектами для наших клиентов, мы занимаемся разработкой своих продуктов, но это такие скучные, большие, занудные штуки, в которых там гора информация с одной стороны, проходит все это сквозь нейросеть, и суперинсайденно выглядит. Вот это примерно так выглядит, но это невозможно объяснить на пальцах, поэтому я сел и потратил два вечера на том, чтобы собрать полуработающую дембу, которую я вам сегодня покажу. Ну, значит так. Машинное обучение. Машинное обучение — это всего лишь четыре задачи, но на самом деле по большому счету две. Из них самое главное — это классификация и регрессия. Я недолго буду занудничать, не бойтесь. Это просто понимание, что к чему идет речь. Ну, классификация — это понятно, нам нужно среди какой-то информации понять, к крестикам или к кружочкам относятся. Котики — это или собачки, мужчины или женщины, недри или белые. И второе — это задача регрессия. У нас есть какие-то данные, какие-то наблюдения, и нам нужно воссоздать зависимость между входными данными и выходными, понять, как реально выглядеть у нас. В общем-то, вот с помощью вот этих попростых принципов можно решить, ну, уже очень много разных вещей, о которых я вам сейчас расскажу. Значит, что нужно заниматься? Нужно немножко понимать питон. На питоне писать очень просто. Я, ну, как-то очень-очень быстро мне дал этот язык, я его даже, кстати, не изучал, просто горячий пишешь. Все равно, что, не знаю, на джавус-клитетов еще приятнее. На питоне есть хороший пример фундамент, фундамент — это как эксайд, только без интерфейса. У нас нет интерфейса, у нас есть только то, что под капотом, чтобы быстро ворочить таблицы, мерчить и вкрутить как угодно. Потому что весь мошенделинг — это все-таки про работу с данными. Нам нужно утратить много времени на то, чтобы обрабатывать какие-то данные, подгонять по тот вид, чтобы можно было скормить модели, и потом модель нам все-таки не скажет. Эскалерн. Старый классический такой фреймворк, который Google в свое время начал делать, который позволяет… Это вообще интересно, ребята, или нет? Или сразу нужно идти дальше? Ну, ладно. Короче, с помощью эскалерна, как правило, сейчас люди при процессе с данными. То есть это помогает как-то их предобработать, помогает после того, как модель более современных фреймворков прогнала, выгодила какие-то результаты, позволяет эти результаты интерпретировать, оценивать в точности и такого рода вещей. Есть Keras и TensorFlow. TensorFlow — это крайне шумная вещь, о которой говорят два последних года, которая сделал Google, который позволяет делать нейросети и запускать их на мобилке, как я сейчас покажу дальше. Keras — это высоковердивная обертка, такая human-friendly над TensorFlow, которая позволяет домохозяйке взять четыре строчки кода, накидать слоев нейрончиков и показать, ну, сделаешь какой-то вывод. То есть там все это настолько просто, что даже стыдно, насколько это просто. И, ну, семейство, семейство, семейство из, там, вот этих вот треперингов, которые называются градиентным бустингом. Это штука, которая тоже делает, по сути, все то же самое, что TensorFlow, только без нейросетей, на немножко других принципах построенная. И, значит, если у вас задачка про работу с какими-то формальными данными, будет база данных, будут какие-то Excel-таблички, вам, скорее всего, подойдут только то, что ниже. А если у вас какие-то данные в стиле, там, картинок, видео, аудио, каких-то данных с датчиков, то есть какие-то менее формализованные данные, вот здесь как раз не заменит там за флот. Ну, в общем-то, ну да, и научиться можно всем чему угодно на курселях, ибо там курсов по этой теме очень много. Ну, в общем-то, вот берем и становимся чуваками, которые собираются в мыши-денуги буквально там за несколько месяцев. Ну да, в принципе, вот мы сейчас летом проводили летнюю школу, спасибо Косте и Филиппетину, спасибо Саше и другу. Я очень, естественно, доволен результатами, которые у нас получились. В принципе, 20 человек, можно сказать, пошли в профессию, и все у них хорошо. Какие-то здесь вопросы нет, что-нибудь надо пояснить? Или это вообще нерелевантно и интересно, и лучше быстрее все проходить? Что-то говорит, зануды? Сидите там. А? А, окей. Ладно, значит, TensorFlow, раз уж, ну, то есть, ладно, как быть, data scientist нам не рассказал, вот берем и все делаем, да. Да. Ну, да. Да, естественно скажу. Да, если говорить про TensorFlow, то получается, что научить нейронку мы можем только на сервере, будь то многоядерный процессор, будь то видеокарта, если у нас завалялась она. И, в принципе, мы можем так его использовать. Мы научились сеть, мы можем на сервер перегонять, выручить эти большие объемы данных или малые объемы данных. Потому что machine learning и big data, на самом деле, разные вещи, которые… Ну, в machine learning очень нет, скажем так, бывает big data. Это бывает, но не всегда. Вот. Но огученную серверку мы можем засунуть в Android телефон, в Android Synth, мы можем засунуть ее в iOS, и она будет давать нам предсказания. То есть мы не можем ее учить, но мы можем пользоваться результатом того, чего она научилась ранее. Вот. Для… ну, у нейронок еще есть такое клевое свойство, что можно брать какую-то ранее обученную нейронку и доучивать ее до своей собственной задачи. Ну, например, если мы хотим отличать по фотографии котов от собак, или мы хотим по твоему лицу понимать, какой у тебя возраст, как вчера Медуза писала сексуальная ориентация или вообще все что угодно, то нам довольно долго учить такую сеть, потому что нам нужно много-много тысяч примеров фотографий гетеросексуалов, ну, как вчера говорила Медуза, они использовали где-то 15 тысяч на один класс, 15 тысяч на другой, и дальше видеогарты должны длительное время опухтеть, чтобы обработать все эти данные. Но, благо, мы можем иметь совершенно небольшой кусочек данных, ну, может быть, несколько сот фотографий на один класс для того, чтобы доучить уже готовую сеть. Вот список сетей, которые, ну, являются, ну, такими наиболее частыми в ходу в этой сфере, они, каждая там, в свой год занимала какое-то там первое место по поводу точности распознавания образов, кто там это делает лучше, чем человек, кто-то хуже. Но тенденция такая, что из года в год размер этих обычных сеток, их весов, он становится меньше и меньше. То есть, если 3-4 года назад сеть, которая была обучена на 20 миллионах фотографий, которая умела среди этих 20 миллионов определять объекты тысячи классов, если изначально, несколько лет назад, такая сеть весила полгегабайта, то сейчас они весят там 100 мегабайтов, мегабайтов, сказал я изначально. И сейчас тенденция к тому, что они становятся маленькими-прималенькими, и уже сейчас сеть буквально в 5 метров умеет делать это не хуже, чем сеть чемпионов несколько лет назад. То есть мы можем обучить сеть, она будет весить всего 4 метра, мы ее засудим в андроид, в iOS или куда угодно, и она будет рассказывать все, что нам нужно. Вот. Маленький кейс, который я слепил за пару вечеров, немножко не доделал, но покажу, что есть. Идентификация человека. Здесь. Вот такая у нас задачка. Задачка такая. Вот. Я наснимал вот таких вот видео, это я не иначе как вчера вечером. Кручу головой, глазами и бородой, чтобы у нейросети было как можно больше примеров моего лица, когда я делаю вот так, вот так. Вот видите, по-разному делаю специально, чтобы было побольше информации, чтобы научиться. И я снял такие же видео своих коллег в офисе в четверг. Снял еще вот так вот. Шесть человек. Для того, чтобы... Для того, чтобы что? Для того, чтобы делать вот так. Если у меня есть 40-секундное видео, и я его нарежу с частотой, например, там, ну, 10-20 кадров в секунду, то я получу фотки, которые посередине, и потом мне нужно еще будет, ну, потому что фотографий может быть много всего, как сейчас на фоне меня, а мне нужно только мое лицо, чтобы можно было и деталицировать. Ну, в общем, первая операция делается одной командной строкой с помощью f.mpg. Классная, большая присутствующая штука для манипуляций видео, аудио и фото. И C++ Headwork, сферма шедерка, которая называется Delive. Он позволяет как раз очень круто, очень точно определять контуры лица и кропать фотографию по этим контурам. Ну, это примерно как любая мельница. Помните, в детстве фотоаппараты такие были. Да и iPhone так умеет, наверное. Ну, в общем, да, это умеет все фотоаппараты. Понимали, где лицо и кропать. Помимо этого, эта штука умеет выделять дрови, глаза, нос, иконку лица. То есть, может нарисовать вот такую картинку, как вот это нарисовал первоклассник. И, ну, с помощью этого, например, если вы смотрите этот профиль, то, ну, можно понять, как расположены эти линии и, ну, простыми там преобразованиями математическими повернуть к эффективу, развернуть повернуто лицо кванта, там, чтобы облегчить жизнь нейросетки при обращении электроидентификации. Это я не делал. Я просто взял все как есть, кропнул, и получились у меня вот такие фотки. Вот. Потом, получается, у меня были видео 7 человек, я порезал их по кадрам, у меня получилось примерно 600 фоток обрезанных лиц для каждого человека, и я всю эту штуку засунул в гнировку. Ну, да, я, наверное, даже рискнул показать вам код. Что-нибудь видно вообще? Cool. Как бы тут все это скрыть? Указываю просто две папочки, где у меня лежат фотографии. Ну, да, важный принцип еще в маршрутинге. Нам нужно учиться на одних данных и проверять правильность наших приказаний на других. Поэтому наши 600 или 900 фоток, сколько там получилось, я разделил два фотокса 80 на 20. 80% фоток положил в одну папку и 20% фоток положил в другую папку, чтобы машина училась на первых 80 и предсказывала точность угадания на остальных классах. Ну, соответственно, вот эти папочки лежат у меня фоточки. Я говорю, что у меня 7 классов, в которые можно будет эти фотки соотносить. Нейронка нещадно жмёт каждую фотографию до 240 на 240. Они довольно тупые и работают с очень низким разрешением в основном сейчас все. Ну, тут какие-то нюансы. Вот, собственно, сама нейронка. И все. То есть я беру заранее обученную нейроночку. Нейронка, ну, это там, имеет достаточно классическую архитектуру, и она уже была предобучена на двух тысячах людей, где-то по 15 фоток на одного человека. Ну, то бишь нейронка уже хорошо умеет решать задачу определения вот этого человека, там, от того человека. Она умела распределять каких-то 2000 человек. Мне не нужно, чтобы она распределяла 2000 человек. Мне нужно, чтобы она распределяла всего лишь 7 конкретных моих. Поэтому я беру, отрезаю от неё последний слой с двумя тысячами выходов, куда, собственно, приходили показания в оригинальной геронке. Подключаю туда, я просто слой, который обучится, и подключаю ещё один слой, который мне будет выдавать на выходе моих рассказаний. Вот это последний слой, у которого 7 выходов. Что там ничего не видно? Нет, нет, нет. Отлично. И, собственно, на него будут сыпаться вероятности, ну, просто 7 чисел от 0 до 1, по которым она будет считать то, что я сейчас вижу. Он с такой-то вероятностью относится к первому классу, к первому человеку, с такой-то ко второму человеку и так далее. Ну, так как вот эта верхняя часть нейронки, она у нас уже предопроченная, я её, собственно, взял из библиотеки, мне остаётся научить только конечную часть. Тычь, тычь, погнали учиться. Всё, сейчас у меня вот эти фоточки, которые лежат, разложены по всеми папочкам, кормятся этой нейронки, и у меня тренируются те слои, которые я надстроил над уже готовой нейронкой. Вот идут какие-то итерации, и мы видим, что точность её предсказаний уже, ну, вот она внизу 23, 0, 24, ну, типа с такой точностью столько-то процентов она отгадывает там тех же самых людей, ну, на которых мы проверяем точность её показаний. Давайте посмотрим, как пыхтит сейчас TensorFlow. Зайдем PSSH на наш сервер, на котором сейчас это всё считается в Google Cloud, и увидим, что 20, нет, сколько-то, 30 ядер грузится на 100%, сколько-то там оперативы разожралось, но это не из-за TensorFlow, это, наверное, из-за ещё чего-то, он-то не очень прожорливый. Ну, вот, пыхтит наш 30-ядровый сервак. Если бы это была видюха, оно бы, наверное, было как-то интереснее. Ну, и точность того, что она даёт на выходе, растёт, растёт, растёт. Ну, пример довольно лайтовый, искусственный, поэтому она обучится довольно быстро. Ну, в практике это может занимать какое-то более долгое время. Какие-то вопросы, ребят? Кто? А, утка. Ну, это ж этот… Очень хреновый FTP-клиент. Для того, чтобы лазить на сервер и класть туда вот эти вот видео, вот эти. Ещё вопрос? Я подрузил, где-то там были свои слои? Нет, ну, конечно. Фотофотографии каждого человека разложены по папочкам. Просто папочка Вова, папочка Женя. Да? Скорее всего просто так. Ещё раз вопрос. Сейчас, крючку. У последних слоев, седьмой, обычно сам софтмакс. Да, в принципе, да. Я сегодня с утра конфигурирую, пробовал и так, и так. Я думаю, что разница только в том, что в софтмаксе они будут нормированы по единице, а в седьмой день нет, и нормировать их придётся руками. Но я думаю, что скорее ты прав, лучше использовать его. Я признаюсь, она не настолько хорошо работает, она должна лучше работать. Я полагал, что задачка будет вообще easy-изи, но нет. Ну, наверное, у вот этой штучки особенность в том, что не очень хорошая идея учиться на одном очень коротком видео, где у тебя примеры все на самом деле практически похожи друг на друга, а потом ещё валидироваться, например, на таком же. И нейронка получается, она очень быстро впитывает черты моего лица. Она знает каждый волосок лучше меня и очень быстро это просекает. И это не на пользу. Она уверфитится на наш датасет. Так что пример довольно искусственный. Я думал, что будет хорошо, но нет. Ну, я думаю, что это просто. Я думаю, что там 4-3-5 лет назад были какие-нибудь исследователи в Стэнфорде, которые мерились друг с другом и хотели получить больше качества, большую точность модели. Поэтому архитектуры были тяжеловесными. Сейчас все наигрались в точность, все хотят более каких-то прикладных решений. Поэтому подумали, а давайте выкинем половину нейронов. У нас в точность просядет там условно с 95% до 90%, но зато её можно будет засовывать куда угодно. Выщерб, но он очень маленький. Да-да. Вов, а вот скажи, сама оболочка нейросети – это какая-то библиотечка или прослушал, честно говоря? Или это что-то… Да, это Keras. Keras – это высокоуровневая обертка над TensorFlow. Со второго релиза она стала его частью. Она внутри его репозитория лежит. А под капотом, как на низком уровне, и TensorFlow гоняет граф. Хорошо. Еще вопросик, может быть, немножко опережая события. Любые вещи можно даже не коррелированные с помощью предсказать нейросети или все-таки определенная корреляция должна быть физическая? Ну, там, возвращаясь гей, не гей и так далее, и так далее. Ну, давайте не будем возвращаться к этому. Странная история, да. Ну, да, конечно, нейронка она не найдет корреляции, если ее там нет. Ну, либо… Ну, да. Ребята еще… Вон, вон, молодой человек слева. А, ладно. Вообще, вы планируете переходить на квантовые компьютеры, когда их будет больше, чем сейчас? Потому что, ну, как бы быстрее, по идее, должно быть выполнение. Мы… Просто, ну, нейроны легче программировать на таких вещах. Так я же об этом и говорю. Это мой маг, которому четыре года и который еле ворочит со своими четырьмя гигами оперативки. Вся история сейчас считается на Google Cloud в облаке и там большой сервер. А, ну, то есть уже не испытываете особо проблем? Ну, я вижу, да. Ну, конечно, по-другому нельзя. Понятно. Ну, сейчас, видимо, вариант такой, что либо у вас видеокарта или несколько видеокарт под столом, либо облако. А вообще сложно вот прошивать видеокарту под такие нужды? Я не знаю, не пробовал. Я думаю, что там ничего не прошивается, просто вставляется и запускается. А, то есть… Примерно как кефир майнить. А, то есть вообще какая-то корреляция есть между криптовалютами и… Нет, это шутка. А, ну, понятно. Ну, в смысле, днем вы можете там считать нейронки, а вечером майнить эфир. Но это не связанные вещи. А такой вопрос. А почему именно минус 20 слоев плюс 7 слоев чем обусловлено? Ну, это просто. Минус 20 слоев – это потому, что у этой нейронки, у нее, ну, все ее веса, они лежат в 20 слоях. Стало быть, 21-й слой – это слой классификатора, у которого там была тысяча выходов, ну, с помощью которых она определяла стол, собака, светофор. Вот, мне эта ерунда не нужна, я ее снес. Я просто приделал слой, который у меня научится решать мою задачку, и слой классификатора, который будет давать всем выходов с вероятностями моих классов. И на сырых данных, ну, то есть не трогая нейронку, не пробовали? Это как? Ну, то есть на тех же весах, на которых они… А, да, я понял. Да, это хороший тоже вопрос. Можно действительно отпилить от нейронки голову классификатора, и тогда она будет давать на выходе, ну, эти имбеддинги свои, короче, какие-то активации. Можно попробовать их немножко сжать, чтобы на выходе получался какой-нибудь вектор, например, там, из 128 флотов или там 2048, ну, неважно, скольки. И потом можно было бы людей сравнивать… Ну, получается, каждая фотка, она превращается в вектор, и мы могли бы сравнивать эти векторы по степени удаленности друг от друга и таким образом находить человека. Это здорово, правильно, и в задачах, когда у нас не ограниченное количество классов, как в моей придуманной задачке с семью классами, а когда у нас, например, там, несколько сот тысяч классов мы пытаемся найти, то у нас другого пути нет. Ну, например, мы сейчас готовим к продакшену решение. Мы разрабатываем мобильное приложение Лабиринту, которое продает книжки, и кейс такой, что вы наводите с помощью мобильного приложения в магазине камеру на обложку, и оно должно найти, сколько эта книжка стоит в Лабиринте с учетом всех ваших скидок. Так вот, здесь как раз такой случай, когда у нас 340 тысяч книг, и все, что мы можем, мы наводим, получаем фотку, прогоняем эту фотку через аналогичную нейронку, получаем какие-то циферки, отправляем эти циферки на сервер, на сервере сравниваем эти циферки по удаленности с массивом из остальных 340 тысяч ранее прогнанных таких же обложек, находим ближайшую и получаем то, что нам нужно. Примерно по этим принципам работает поиск картинок в гугле и где угодно. И такой вопрос. Насколько я помню, на питоне есть, скорее всего с биндингом на плюсовые, либо свои нейронные сети. Насколько TensorFlow точнее или… Так по сути это оно и есть, потому что TensorFlow, он же, конечно, весь на плюсах, при этом его врапер и его питоновская API, оно самое распространенное. На TensorFlow в основном работают с помощью как раз питоновского API, обертки вокруг плюсов. То есть под капотом вполне возможно обычный многослойный персептрон? Ну, это и есть обычный персептрон в данном случае, конечно же. Спасибо. Ну, пошлите дальше. Что-то мы застряли на этом питоне. Вот это вот все, скукота вот это все. Ну, о, господи, это я в негативе страшен. Ну, это я инвертировал цвета, чтобы вам было лучше видно код. Вот. Но у меня были еще несколько слайдов. Да. Короче, скормили мы эти штучечки нейроночки. Нейронку научили. Дальше нужно ее засунуть в телефон. У нас получился файлик. В данном случае он на 100 метров, и его действительно нужно засунуть в телефон. Засунуть мы его можем как в какое-то устройство типа Raspberry Pi, так Android, так и iOS. Для Android нам нужно его немножко оптимизировать, сконвертировать в формат TensorFlow, оптимизировать для мобилки, чтобы его можно было запускать. И дальше, собственно, несколько вариантов, как его засунуть в телефон. Мы можем либо зашить его в сборку, и тогда эти 100 метров, они будут внутри сборки. И, допустим, обновления у нас будут вместе с обновлением приложения в Play, эти же 100 метров будут гоняться. Либо мы можем обновлять этот файлик по API. Допустим, у нас на сервере добавились какие-то данные, мы переучили нейронку, и вот этот файлик, который получился в результате обучения, по API затаскиваем в телефон и начинаем использовать. Нейронку придется целиком. Ну, можно предусмотреть всякие инструменты типа и тегов, и версионирование, понятно, кэширование, чтобы экономить на этом. Но, как бы, тем не менее. Так, ну ладно, короче, понятно, что получился файл. Мы его засунули. В случае CoreML, в случае iOS, история такая, что в Android нам нужно, чтобы воспроизвать эту нейронку, зашить сборочку маленького TensorFlow, порядка 10 метров, внутрь приложения, и тогда можно будет с помощью TensorFlow воспроизводить эту обычную нейронку на девайсе. В iOS можно сделать так же, а можно так не делать, потому что CoreML позволяет гонять нейронки в разных форматах, конвертить формат, в котором умеет это делать Apple, и по сути движок воспроизведения нейронок, не нейронок, он у нас уже есть на девайсе, нам не нужно эти 10 метров лишние класть сборку, потому что они есть в системе. Ну, наверное, с точки зрения там Google, это был бы логичный шаг, на самом деле, зашить TensorFlow в каком-то простом виде на девайс. Ну, так вот, у нас есть вторая часть, что касается девайса. У нас есть камера. С камерой с какой-то частотой, с каким-то FPS берется изображение. Это изображение нужно кропнуть также по лицу. Нужно… в Android для этого есть хороший API, называется Android Vision API, которая позволяет классно детектировать лица и обрезать этот квадрат. Перспективы тоже можно выравнивать, но я этим, опять же, не занимался. И мы вот эту вот обрубленную фотку берем и прогоняем через нейронку, которую мы обучили на сервере и оптимизировали для мобилки, и получили на выходе какую-то классификацию, типа это первый, второй, третий, четвертый, или какой там человек, с какой вероятностью. И я попробую показать, как это работает. Где-то тут у меня Android Studio, и я ничего не доделал. Господи, какой ужас копаться в этом коде. Демок Google. Да простит меня Google. Там сидят ребята, короче, которые, ну не знаю, какие-то такие помешанные на ООП, наследование над наследованием, над наследованием. Короче, черт ногу сломит. Я, наверное, больше всего времени потратил на то, чтобы разобраться в их уровнях вложности иерархий. Ну да, я, в общем-то, так из-за этого ее не дособрал до конца. Что-то она делает, но мне не хватило буквально пару часов сегодня. Вот я вот специально ради вас за 10 баксов купил штуку, которая стримит телефон на девайс сегодня тоже. Ну вот она чертовски долго инсталируется, потому что она весит 100 мегабайтов. Так. Ну да, там бесконечность началась. Сейчас она увидит мое лицо, и как только она ее увидит, его, может быть, распознает, а может быть и нет. Не судите строго. Да не, оно должно сейчас... Вон, смотри. Ну вот как-то так. Да, я понимаю, что она там не... А, вот смотри, Вова 99, крыло класс вообще. Отлично. Главное ей других людей не показывать. Она же тебя не узнает, я же тебя не снимал вот так. Нет, она тебя распознает как одного из этих людей, просто с какой-то не очень уверенной вероятностью. Не портни выступление. Так, ну, в общем-то, наверное, на этом и все. Ну, понятно, что в телефоне задумка была куда большая. Задумка была, что вот я, наверное, куплю Raspberry Pi 3, накачу Android, возьму две камеры и буду… Вот когда человек идет в эту сторону мимо, буду его чекинить. Когда он идет сюда, буду его типа чекаутить. Он типа пришел, типа ушел. И буду это все лить куда-нибудь там в Google Sheets, чтобы потом анализировать. Ну, конечно, я этого ничего не успел сделать. Ну, а тем не менее, мы рассмотрели идеологию. То, что нейронка у нас взяла, научилась где-то там в сервере, на сервере чему-то. Мы ее сжали-ужали, засунули в телефон. И на телефоне она какой-то юзкейс свой маленький узенький отработала. Нейронки, они не умеют решать какие-то глобальные задачи мироздания. Они умеют решать вот очень-очень-очень-очень узенькие штучки, то, чему их научили. Все, ребята, ваши вопросы. Ответ 42. А вы планируете расширяться, ну, хотя бы для прошивок, допустим, роботов-помощников? Ну, скоро, ну, не за горами такая перспектива персональных роботов, там, допустим, вместо полицейских, вместо там дворников. Планируете делать такие прошивки или там до полноценного ИИ? Нет, мы, к сожалению, такие штуки не делаем. Мы помогаем бизнесу зарабатывать деньги. Ну, понятно, спасибо. Идея такая, что у бизнесов сейчас много данных, и в этих данных нужно искать корреляции, и найдя их, можно зарабатывать гораздо больше денег. Это делается, точнее, чем делают люди. А можете, пожалуйста, привести пару вот реальных кейсов, как бы не суперподробно, но вот реально от ваших заказчиков? Ну, наверное, про… сейчас про нейроночки, наверное, про визуальный поиск сказал. Какой-то был еще маленький пример. Да, недавно, на прошлой неделе был входящий заказ по поводу, как сказать, по фотографии прилавка определить заполненность, заполненность брендами, правильность расстановки товаров и такого рода вещи. В принципе, если у них будут достаточно для этого размечены данные, это возможная задача. Задача, над которой сейчас работаем, это… есть helpdesk, есть 8 групп девчонок, которые сидят и отвечают на какие-то запросы клиентов. Запросы клиентов, они в электронном виде валятся в одну единую очередь, но каждая из 8 групп девочек, она компетентна в какой-то своей отрасли. И, соответственно, нужно… сейчас они все обращаются к этой очереди, пытаются определить, кому ответить на тот или иной вопрос. А нужно сделать маршрутизацию, чтобы вопросы сразу кидали или на нужные группы. Это легко сделать по тексту клиента, научившись на предыдущем опыте. Вот если про нейронки. Да, 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 конечно. На многие вопросы можно отвечать, сразу находить правильную ссылку на Вики. Это тоже часть задачи. Скажите, пожалуйста, а как можно войти в эту группу из 8 девочек или 8 групп девочек? Нет, 8 девочек – это на стороне нашего клиента, сидит отдел, который занимается поддержкой. И, наверное, туда не стоит ходить, потому что скоро их заменят нейросети. Я бы не стал. Пошутил немножко, ладно, сам посмеюсь. Подскажи, Вов, получается, в тестировании можно ли это применять? И в чем, как бы сказать, ненавизна? Или вот нейросеть мы берем, обучаем под свои примеры конкретные, и дальше ее используем. Какая-то докатка, ее обкатка, или какой-то видоизменения этой библиотечки, ну, там, решения, может быть, какие-то крутизны, эти характеристики нейронов, они подбираются? Или больше это все-таки основано на обучении, кластеризации? Ну, и вот в тестировании возможно ли применение? Ну, тут на несколько надо частей разделить вопрос. Если говорить про какие-то классические, то, что мы поднимаем под тестированием разработки, ну, типа написание юзкейсов, автоматический, неавтоматический прогон. Вот я на самом деле не нашел применения тестировщиков вот всей вот этой истории. Здесь очень нужны бизнес-аналитики и, ну, разработчики, которые там понимают именно вот в этих задачах. Автотестирование. Да, 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 вторая часть вопроса. Вторая часть вопроса – то, как подгонять параметры вот этих, оценивать качества. Как правило, человек выстраивает какую-то модель примерную, а потом у этой модели нужно подобрать десяток параметров, условно там цифры или еще чего-то, сколько нужно нейронов, сколько нужно слоев, еще чего-то. И эта задача, она отдается на откуп, ну, условно, такой рандомный прогон. Ставится компьютер на ночь и гоняет все возможные варианты, возможно, байсовская оптимизация, снижая количество вариантов, которые она в итоге переберет. Ну, в конечном счете, просто перебором находим максимально оптимальный конфиг и потом используем в продакшене. Да, еще, кстати, кейс. Кейс я пока вот еще вспомнил. Вопрос был про тестирование, но мы нашли немножко другое применение, опять же, в нашей разработческой теме. Мы сейчас занимаемся сбором данных для вот какой задачи. Дизайнер рисует в кече дизайн мобильного интерфейса. Он помечает, сколько на каждом экране находится кнопочек, сколько полей ввода, сколько картинок и каких-то других типичных контролов. Вся эта штука куда-то там экспортица, разработчики добавляют количество запросов на каждом экране и каких-то разработческих своих штук. Эта история уходит в систему управления проектами. Разработчики трекают время, сколько ушло на выполнение той или иной задачи. И когда мы наберем достаточный объем данных, сколько уходит на тот или иной экран, мы сможем легко прогнозировать и оценивать задачи в нашей заказной мобильной разработке. Дизайнер нарисовал дизайн для какого-то спринта. Мы его экспортнули в систему управления. Некая модель нам дала оценки, типа этот экран сделается за три часа, этот за восемь и так далее. Причем там этот человек сделает за столько, тот за столько. И для нашего аутсорсингового бизнеса это неоценимая вещь, которую мы получим, наверное, через пару месяцев еще сбора данных. Да, пожалуйста. Спасибо за доклад, за всю показанную кухню. Вопрос такой, каким образом, по каким критериям вы определяете, какую библиотеку будете использовать? Там Pandas питоновский или TensorFlow? Здесь тоже на самом деле выбор он не столь велик, потому что, ну, Pandas и Scalern это, как я сказал, инструменты для работы с данными, инструменты для какого-то припроцессинга. Наверное, если бы мы работали с каким-то большим объемом данным, нам понадобился Spark, но он нам очень редко требуется, даже, наверное, никогда еще не требовался. Keras и TensorFlow, они нужны, если речь идет более неформализованных данных, типа картинок. А если это просто какие-то таблицы, какие-то Excel или еще что-то, то по-любому, ну, вот три вот этих парня снизу, они скорее всего дадут немножко лучший результат и гораздо быстрее обучатся, чем TensorFlow, поэтому быстро смотрим, кого из них юзаем в том или ином случае и потом с ним живем дальше в этом проекте. И еще быстренький вопрос. Часто ли вы используете какой-нибудь R и есть ли общие рекомендации по первичной обработке данных? Кого мы используем? R. А, R мы не используем. Ну, мы не ученые, мы эти, программисты. А тогда общие рекомендации по обработке данных первичных? Там нормализация? Терпение побольше просто. Потому что это боли и долбанный ужас. Спасибо за доклад. Я хотел спросить, а вот есть на нейросети две, вот спеточная и рекуррентная. Какую, наверное, сеть использовали в разработке мобильного приложения? Ну, здесь они сверточные, здесь не рекуррентная сеть, потому что нам нужно картинки, ну, грубо говоря, сжать. Рекуррентные они для другого спектра задач. Ну, все равно зависит от задачи. А хотели бы использовать рекуррентную задачу? Хотели бы. Да. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо за доклад. Вы скажете, пожалуйста, вот насколько TensorFlow на телефоне обрезан на мобильном именном устройстве в плане того, насколько он на компьютере. И второй вопрос, вот если, например, завести какую-нибудь сеть, которая детектирует типа SDD или вот что-то такое, которое именно в рамочку объекта вводит. И на, например, на Raspberry. Не будет ли быстрее с Raspberry отправлять видеопоток и на сервере его обрабатывать? Я думаю, нет. Я думаю, что TensorFlow, он достаточно хорош, чтобы работать и на телефоне, и на Raspberry, и для того, чтобы, ну, даже там выделять объекты. Я не думаю, что для него с хорошей частотой это какая-то будет сложная задача. А если гнать видеопоток на сервер, это тяжелый поток на сервер инфы, тяжелый поток, ну, трафик с клиента, понятно. Еще вопрос был, насколько TensorFlow обрезанный. Он не обрезанный. Он для того, чтобы делать предикты, получать результаты вычислений, он вполне себе такой же, как обычно. Более того, его можно обрезать под вашу конкретную нейросеть, потому что часто в нейросети используются не все возможности TensorFlow, и TensorFlow позволяет при оптимизации сети для мобилки взять только те узлы TensorFlow, те узлы библиотеки, которые нужны, потом сбилдить TensorFlow из исходников по инструкции, которую родила вот эта вот процедура, и мы можем сделать, чтобы на девайсе TensorFlow весил не 10 метров, а где-нибудь там 2, 3, 4. И еще такой вопрос. Вот по обучению сверточных нейронных сетей для распознавания. Сейчас какой вот самый лучший оптимизатор для обучения именно? Ну, я не могу ответить на этот вопрос, потому что я не знаю, я не такой специалист в нейронках. Спасибо. Добрый день. Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, а почему именно TensorFlow, почему не TIANA? Ведь Keras из TIANA тоже прекрасно работает. Ну, TIANA, наверное, нельзя засунуть в телефон. Я думаю, что TIANA будет сходить на нет с тем, что Keras стал частью TensorFlow, и вообще TensorFlow слишком мейнстримовый. Наверное, в перспективе через пару лет у него будет гораздо больше звезд на GitHub, и сейчас гораздо больше всякого open-source в виде всяких настроек появляется на TensorFlow. за тебя я просто не слежу. Понятно, спасибо. Спасибо большое, Владимир. Наградей, пожалуйста, три лучших вопроса. Ребята, кто задавал вопросы, встаньте, пожалуйста. Вот два мужчины задавали очень хорошие вопросы в очках. Два мужчины в очках, поднимитесь, пожалуйста. И вот мужчина, точно лучшие задавали вопросы. И он тот парень числом взял, очень много, много вопросов задавал в красном. Спасибо большое. Владимир, мы благодарим тебя за выступление. Отличный доклад, вызвал массу вопросов, это было круто. Давайте поаплодируем. Владимир Макеев, компания Surf.